привет всем сегодня у нас на канале кое-что чего здесь еще по-моему не было распаковки ну это распаковки не посылки а письма но письмо очень важно письмо я ждала с большим нетерпением потому что письмо из чу сон джи то есть из главного храма тэнда ищу школы тэнда ищу во всем тахуку мне очень же интересно что там будет ну ладно открою небольшой секрет я знаю что-то вернее ну более-менее знаю дело в том что обычно я участвую щеке переписывание сутра в чу сон джи участвую каждый год еду туда на место это очень интересное мероприятие но в этом году она была отменена как очень многие другие мероприятия из-за коронавируса вместо этого мы писали переписывали сутры дома это был довольно интересный опыт могу сказать что это не очень удобно но весело и потом я послала сутры соответственно в чу сон джи и от них я ждала очень особенную о фуда фуда как бы это перевести на русский но как молебельная табличка или может даже мультик потому что обычно их ставят на камедану и ну на синтаистский алтарь или на вот сюда буддийский алтарь и они в общем-то выполняют функцию амулета защищают дом так далее так вот сегодня я жду абсолютно особенного фуда и давайте посмотрим что же там есть есть письмо есть конвертик наверное с у фуда и есть 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 вот что еще есть сейчас я расскажу обо всем так причем посмотрим письмо так есть письме что-нибудь такое что мне интересно так понятно в письме ну понятное дело вырождается выражается выражается благодарность и объясняется что прислали с письмом прислали вот это здесь это конвертик а в конвертике находятся свидетельство о том что я участвовал его предполагается повесить повесить нет положить поставить на бутсу дан или камедану то есть или на буддийский алтарь или на синтаистский в тэнда это нормально потому что у нас очень прочные связи с синта так что в принципе практически все что может оказаться на алтаре буддистском может быть поставлено теоретически на алтарь синтаистский но разве что упоминальные таблички на камедану синтаистский алтарь сто процентов не ставит так что у нас еще тут есть и еще по самую фуда который я потом расскажу подробнее и вот ее предполагается вешать в коридор на дверь так ну хорошо еще говорят что в ноябре у нас предполагается процессе с приносом нас наших щеки так с переносом их наш собственный золотой храм у нас есть небольшой золотой ну скорее золотое святилище но что-то у меня некоторые подозрения что возможно она не состоится в ноябре там так мы все в общем там спасибо большое за участие все отлично а ну еще предлагают что если вы еще хотите по можно поучаствовать еще не поздно поучаствовать в этом самом всяким так ну распаковка так что же это за фуда сейчас вот посмотрим да 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 это именно то что я и думала посмотрите какая красота ну я думаю у многих возник вопрос что же это такое что это за чертик это не чертик это одно из воплощений очень известного монаха и в том числе лидера школы тэнда еще в какой-то момент времени рёгина рёгин очень известный человек жил если не ошибаюсь он жил где-то в середине хаяна ближе даже к началу может быть надо посмотреть это я я путаюсь если честно дата дата жизни единственное я помню что он уже не был учеником основателя тэнда еще сайчо он как-то по-другому зашел в школу то есть это должно было быть ну как минимум будет через сколько ну как минимум лет через 50 наверно после смерти сайчо надо посмотреть я в этом не уверена рёгин был очень популярен в том числе при дворе особенно он был популярен у императрицы других придворных дам по слухам говорят что он отличался очень очень красивой внешностью но был товарищи весьма суровым и считалось что у него были в том числе способности перевоплощаться во что он захочет и вот однажды городе разразилась эпидемия болезни которая предполагалась что была вызвана каким-то демоном и рёгин полигненди превратился в свою очередь вот в такого вот демона который был еще страшнее того который вызвал эпидемию напугал этого эпидемиозного демона и тот убежал из города теряет тапки ну чем там терем не знаю и с тех пор вот это изображение рогатого товарища используется как амулет который отгоняет зло до его действительно обычно вешают на дверь вот такая интересная история и теперь у меня есть с ним еще пришло объяснение такое давайте почитаем что там говорится так говорится да что ну в общем то говорится что это о фуда так изображает соответственно рогина и используется для того чтобы отогнать зло майоки и сам ребенок считается воплощением бодхисаттвы канон и так как у нас канон как раз появляется в ходке кё в лотосовой сутре которую мы собственно и переписывали поэтому нам прислали эту о фуда ну то есть вот такая вот связь так я не знаю здесь зачем-то еще дана информация что качестве воплощение перевоплощение богини богини бодхисаттва канон он помогает крестьянам в поле важная информация ну кстати на этот счет я я впервые слышу но тогда еще конечно чусончи конечно виднее так что еще у нас тут хорошего пишется особо ничего другого по-моему и нет такого важного что можно было бы сказать то есть самое важное что это о фуда отгоняет зло вешать ее надо в коридоре чтобы соответственно в дом ничего не вошло и используется в том числе в качестве метода борьбы с эпидемиями поэтому мы ее и получили хорошая штука хорошая потом повесим так и еще очень очень красивая смотрите какая красота ну это я получаю каждый год у меня их уже сколько довольно много скопилось так да на этот раз вот кстати номинная видите здесь написано мое имя причем мое и светское имя и буддийское и это свидетельство о том что я участвовала в этом мероприятии очень красивый конвертик стать вот обратите внимание правда красивый это такая особая роспись которую которая связана именно с чусонжи считается кстати что она даже не японская она пришла от народов которые населяли северо-восток японии древности от эмищи есть такая теория которая мне лично очень нравится что правители северными так называемые северные фудживары на самом деле были никакими не фудживарами они были местными эмищи как раз местным в общем какими-то правителями местных племен которые породнились с фудживара взяли их фамилию именно они построили в общем-то чусонжи и в чусонжи действительно можно найти очень много такого чего в других местах других храмах тогда еще нету вполне возможно что это приходит просто с другой культуры которая на данный момент уже исчезла но такие вещи немножко еще как бы сохранились традиции перешли то есть на севере к японцам вот смотрите какая красота если будете в чусонжи там можно найти картины которые сделаны в этой технике и они выглядят просто поразительно я я их обожаю вот значит это то что мне пришло от чусонжи вообще очень интересная о легене наверное слышала наибольшее количество странных легенд даже осащи такого количества нету и и наверное может по количеству всяких интересных легенд поспорить с энином это еще один очень известный монах тоже в тендайщу например помимо вот этого вот цену дайщи рогатого учителя есть еще такое уфудан с изображением 33 маленьких монашков называется нам маме дайщи маме это фасолинка или боб и иероглифами конкретно пишется маме маме дайщи типа учитель фасолинки почему 33 ну как раз потому что рогин считается воплощением бодхисатва канон а бодхисатва канон появляется в 33 разных обличьях поэтому считается что если изобразить 33 маленьких изображения рогина то это как бы отразит его связь с бодхисатвой канон и будет иметь особенно большую силу такие уфуда тоже очень популярны на самом самое интересное по моему в этом это название да маме дайщи почему откуда оно пошло есть теория что изначально это были вовсе не фасолинки это значило маме су как был учитель уничтожающие зло ма это зло как бы мы сокращение от мэтсу уничтожать это хорошая красивая легенда и мол потом так как население японии большинстве освоим иероглифы не считали они это поняли как то что это эти изображения маленькие как фасолинки стали решать стали считать что это именно маме то есть маме дайщи именно учитель фасолинки и в какой-то момент даже это стало записываться иероглифами фасолинка довольно интересная теория мне кажется что-то в ней есть но есть еще очень забавная абсолютно народная легенда о том откуда пошла это уфуда и рассказывается что леген однажды пришел навестить свою покровительницу императрицу и во дворце его окружили придворные дамы и чего-то от него настойчиво хотели как я уже говорил он был очень хорош собой и понимая что он от них не отделается он превратился в тридцати трех крохотных монашков соответственно размером с фасолинки эти монашки разбежались босились рассыпную и придворные дамы их не поймали вот такая вот забавная легенда мне очень понравился время еще очень интересно если вообще если вы видели статуи рёгина может быть обратили внимание у него обычно очень суровое выражение лица он такой обычно очень насупленный и в нескольких источниках я читала и мне потом священники говорили что у его статуи такая не очень хорошая слава ну как сказать не очень хорошие считается что они очень суровые если за ними не очень хорошо ухаживать если при них что-нибудь не так сделать то они могут тебя и покарать то есть устроить себе какой-нибудь проблемы по жизни вот ну есть так это такое чисто священническое суеверие надо сказать что я именно в присутствии этих статуй всегда чувствую себя не очень уютно потому что он так действительно очень сурово смотрит и я обычно со статуями жутко фамильярничаю там трогаю все вот пару раз видела статуи рёгина и абсолютно не хотела с ними фамильярничать то есть вот что то есть выражение лица него статуи что-то такое в них вот в позе самой такой очень напряженно напряженно на тебя смотрит чего ты сюда пришел что ты хочешь что с ними абсолютно не хочется фамильярничать может она оттуда появилась это мнение что его статуя особенно с рова но в любом случае как видите это по крайней мере был человек которым можно на котором предполагали что он может превратиться даже вот в такого страшного демона то есть можно представить себе какой суровый у него был характер ну что ж это были сегодняшние распаковки не знаю когда будут следующие потому что не все таки не каждую неделю даже не каждый месяц присылают такие важные письма ну а мы с вами увидимся в следующий раз пока пока а